Всем привет, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на своем канале. С вами снова Дмитрий Кочетков. И в связи с непогодой, мы сегодня все равно будем готовить с вами на открытом огне. Сегодня будем готовить рисовую лапшу с овощами и креветками. Так что, друзья, не переключайтесь, будет интересно. Погнали! И для этого, друзья, нам понадобится... Нам понадобится белый один баклажан, где-то он грамм на 300 у меня здесь. Две средних луковицы, здесь грамм 200. 300 грамм болгарского перца. Дальше. Маш, это проростки в фасоли. Кукуруза, где-то грамм 100 здесь. Полкило рисовой лапши, она у меня уже заранее приготовленная. Я ее 10 минут опустил в кипяток, и она готова, промыл холодной водой. И все хорошо, полкило здесь. 250 грамм шампиньонов. 300 грамм креветок в панцире. Мы, потому что жарим, будем их прямо в панцире. Сейчас объясню потом, почему. И 100 грамм соевого соуса. Еще я буду добавлять кунжутное масло, соль. Ну, об этом все позже. Ну и для начала, по старой доброй традиции, мы подготовим овощи. Ваше время застрять я сильно на это внимание не буду. И время ваше тратить тоже я не буду. Я просто покажу, как нарядать все овощи. Сейчас одним кадром сделаем все. Лук тонко. Лук тонко. Баклажан жопки нахрен. Баклажан белый. Не знаю, первый раз использую. Но, по сути, все то же самое. Баклажан тоненький соломочкой. Овоща все в одну кучу. Ничего страшного. Они все разом будут все равно кидаться. Перчик напополам. У меня свой. Сейчас как раз сезон. Вот так вот. Перчик так. Грибы. Тоже потоньше. Как угодно. Ходите соломкой, кубиком, кольцами. Как угодно. Все. И все, ладно, кучу перемешиваем. Вот так. Доставляем. И вот сюда кидаем. Мой самый ярый подписчик пытается пройти ко мне на съемочную площадку. Просто или он решил забраться повыше для того, чтобы лучше ему видеть все, что я готовлю. Все, друзья, после того, как нарезали овощи, идем разжигать огонь. Разожгли мы огонь. Поставили наш котелок. Теперь нальем туда масло. Немного кунжутного. Чуть-чуть совсем. Оно для запаха нам будет. И растительного обычного. Все. Теперь сейчас масло у нас подразогреется. Оно уже у нас горячее. И в первую очередь мы обжарим креветки. Объясню, почему креветки в панцире. Для того, чтобы креветочные панцири очень дают хороший вкус. И тем самым это идет как защита мяса, чтобы сохранить его в токе. Панцирь просто нам отдаёт вкус. И действует как броня для мяса. Вот, мы их прям обжарим сейчас. Минуточку. Их чуть-чуть там сильно обжаривать не нужно. Прям минуточку и все. Прошла минуточку, прям не замедляй, добавляем туда проростив фасоль. Нашу Маш. И тоже ее слегка обжарим с креветками. Тоже буквально минуточку. Это достаточно. Маш обжарю слегка. Запах стоит прям очень невозможно. Кстати, если у кого нет кунжута масла, то ничего страшного. Оно, я знаю, ну, дорогое относительно. Можно обычное. Добавляем теперь все наши овощи. Все. Добавляем овощи, все это перемешиваем. Сейчас это все будет у нас протушиваться в овощах. Вот так вот, хорошенечко перемешиваем и последовательно следим за ним. Все, у нас начинается финишная прямая. У нас все протушилось. Хорошенько. Теперь что мы делаем? Нам нужно теперь все это дело посолить. Сильно не нужно, вообще чуть-чуть соли, немного, потому что мы будем доволять туда. Соевый соус. Я вам про чеснок не сказал. Добавим 4 зубчика чеснока, маленьких совсем. Так, чуть-чуть для запаха, чтобы был. Вот это достаточно. Добавим туда нашу кукурузу. Консервированную. Зальем туда соевый соус и добавим немножечко, немножечко молока, чтобы сделать соус. Молоко. И еще для остроты, но это я себе добавляю, кто как хочет, можете это не добавлять, это в принципе не очень обязательно. Я добавляю сладкий чили туда. Обильненько. Для сладости я люблю просто послаче, когда паста такая. И все, теперь протушиваем минут 10. Все, вот у нас все уже протушилось. 10 минут тушил я, 10. Теперь что делаем? Теперь добавляем нашу лапшу. И сейчас мы ее там разбредаем в соусе. Смотрите, какая красота. Получился такой вкус, я его сейчас попробовал, такой креветочный, кукурузный, такой овощной. Очень вкус такой очень классный, сладковато-соленый. Не знаю, как вам донести еще. Вот все. Сейчас мы фунчоску нашу здесь потомим. 5 минуточек. И все у нас будет готово. Все у нас приготовилось. Я думаю, все получилось у нас успешно. Теперь накладываем все это дело в тарелочку. Фунчоса немного неудобная паста, поэтому ее нужно аккуратно класть. Вот так вот раз. С креветочкой. Сверху с овощами. И вот так вот. Оп. Все, положили. Чуть подобрали, ничего страшного. Все отлично. Теперь возьмем зеленушечку. Здесь можно даже чуть-чуть, немного полотенечком ее так стереть, чтобы она красивая у нас была. Возьмем немного зеленушечки. А в частности, эта кинза, она очень хорошо подходит к этой пасте. Разбросаем. Чуть-чуть ее покрошим. Как сказать, покрошим. Забросаем ее кинзой. Все, готово, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми и не пропустить мои новейшие вкусные видео. Друзья, я это, конечно, попробую. Сейчас я это попробую. Вообще, это превосходно. Друзья, подписывайтесь. Не забывайте, пишите комментарии, что вы думаете про все это. Буду рад всем ответить. До новых встреч. До новых встреч.